Работаешь вахтами? Обеспечиваешь свою семью? Ты настоящий мужчина. Один вопрос. Тебе рога не мешают каску носить? Рассказываю, как ты там оказался. Твоя, дорогая, пообщалась с подругой, у которой тоже были скандалы в семье, денег вечно не хватало, но отправила она мужа на вахту, и теперь у них жизнь наладилась, денег хватает. Они счастливы. И вот ты уже в поезде с другими оленями. Едешь, они тебе рассказывают, что зарабатывают 100-150 тысяч в месяц, семью содержат. Правда, карточка находится у жены. И приезжают они раз в 3-4 месяца. Ты думаешь, ну ничего, потерплю. Но со временем, как только ты уехал, твоя тебе позвонила несколько раз, потом все реже-реже. Она отвыкла, ей стало скучно, а тут деньги начали капать. Соответственно, ты становишься не мужем, а ресурсом. Ресурсом для снабжения. Ее хотелок, ее развлекалок, а, возможно, даже хохолей. Личный опыт и суровая правда жизни говорят о том, что женщина никогда не отправит любимого мужа на вахту. Она просто не сможет находиться без тебя долгое время. Как легко проверить мои слова. Просто при очередном возвращении с вахты объяви ей, что у тебя больше нет возможности работать вахтой. Возможно, это здоровье, возможно, закрытие организации. А потом здесь, в комментах, расскажешь, как изменилось ее настроение и как у вас начал разрушаться брак. Потому что ты резко станешь, очень неудобно. Берегите себя, вахтовики, моряки, дальнобойщики. Ведь когда вы потратите свое здоровье, а, не дай бог, не сможете больше зарабатывать ресурсы, очень быстро станете тяжелым чемоданом, от которого очень быстро избавиться. Вот, и глянь, одному даже памятник поставили. Красивый такой. Откровит место. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!